Сегодня 30 августа 2019 года. Я нахожусь в Татско-Сельском парке, город Пушкин. Постараюсь тут прогуляться и кое-что показать и рассказать. Вот передо мной, сейчас я только что зашла в парк, передо мной находится так называемая Эрмитажная кухня. Ну, название говорит само за себя. Здесь действительно была расположена кухня, в которой готовили блюда для павильона Эрмитаж. То есть в самом Эрмитаже кухни не было. Здание построено архитектором Ниёловым, по-моему, 1770 год. То есть это уже при Екатерине II. В неоготическом стиле. Изображает оно красный кирпич, белые украшения, так-то нарядно. Изображает оно как бы башню в крепостной стене. Вот здесь был когда-то устроен вход, поэтому они называются, это здание называется также красными воротами. Вот, ну, внутри была кухня, потом позже был буфет, и сейчас здесь есть небольшое кафе, кассы, магазин сувениров. Вот здесь удобно, ну, это один из входов в парк, не единственный, конечно, один из входов в парк. Мне больше всего нравится здесь заходить, именно потому что, зайдя через Эрмитажную кухню, мы проходим к расположенному неподалеку Эрмитажу. Эрмитаж более ранняя постройка, построена раньше, чем Эрмитажная кухня. Эрмитаж архитекта Растрелли, Франческо Барталомио, по-моему, это 1748-1756 год, постройки вот этого здания. Так, нет, если не ошибаюсь, архитекта тут был Земцов и Растрелли, Растрелли достраивал и оформлял это здание, то есть оно сделано совершенно в его манере, Растреллиевской, в стиле Барлобка. Ну, Эрмитаж, слово Эрмитаж означает приют отшельника. И делать Эрмитажи, такие небольшие парковые павильоны для украшения парков, для отдыха во время прогулок в парке, там для каких-то званых обедов, было принято модно в Европе в то время, ну, там, в XVIII веке, да, наверное, чуть раньше. Вот, ну, конечно, никакого приют отшельника здесь как такового не было, это были просто небольшие, и как раз очень красивые, богато украшенные, с богатой мебелью, небольшие постройки. Ну, этот, вот, как бы сказать, для Эрмитажа даже достаточно крупный. Вот, возле этого здания зачастую бывал ров с водой, подъемный мост, чтобы обеспечить такую удаленность этого здания, его, как бы, оторванность от всего остального парка. А внутри, повторюсь, была богатая отделка и какая-то там красивая мебель. Вот, значит, вот этот Эрмитаж, автор, да, я сказала, расстроили. И, очевидно, оформление этого здания небольшого Эрмитажа перекликается, невооруженным глазом видно, что очень похоже на оформление Большого Екатерининского Цискосельского дворца. Ну, понятно, что это не просто так, это для того, чтобы, ну, выдержать единый стиль. Вот, в этом Эрмитаже кухни, значит, не было, кухня была отдельно, а здесь принимали гостей, званые какие-то обеды, ну, возможно, музыка, танцы происходили. Здесь есть такой фокус, например, в Эрмитаже, который в Петергофе тоже он есть, там подъемный стол и, ну, там Эрмитаж совсем маленький, да, и стол занимает практически всю площадь комнаты, и с первого этажа поднимается на второй этаж. Здесь тоже были подъемные столы, их восстановили, их механизм, значит, реставрировали, восстановили, и во время экскурсии один раз в день стол поднимают и опускают для демонстрации. А в остальные экскурсии, то есть сюда нельзя пройти без экскурсии, есть определенные часы, значит, нужно купить билеты и пройти. Поднимают, опускают тарелочку, то есть опускался или поднимался стол в паркете, ну, как, выдвигался такой щит, слуги внизу накрывали на стол, и уже готовый, стол с блюдами поднимался. Ну, это была такая техническая новинка, это было, конечно, интересно гостям, их как-то развлекало, веселило, показывало такие, значит, вот наши возможности. А можно было поднять и опустить одну тарелочку, то есть написать там грифельным карандашом на бумажке, что там, или доска, название блюда, опустить одну тарелочку, значит, снизу это требуемое блюдо положит, колокольчик зазвенит, и тарелочка поднимется. Вот показывают еще, как поднимается, опускается еще одна тарелочка. Да, вот тут вот виден, виден вензель Екатерины Первой, правильно, Первой, и императорская корона, и вензель Екатерины Первой. Потому что вот эти земли, так называемая Саарская мыза, когда-то Петр Первый подарил своей жене Екатерине Алексеевне, будущей императорице Екатерине Первой. Здесь построили для нее небольшой двухэтажный деревянный, ну, наверное, для нас небольшой, да, деревянный дворец, вот на месте, где сейчас большой Екатерининский дворец. Ой, лошадка, вот лошадку, лошадка катает посетителей, две лошадки катают посетителей. Тут свадьба фотографируется, но это часто бывает в парке. Так вот, значит, в этой Саарской мызе жила Екатерина со своим двором, поэтому очень быстро это место переименовали в Царское село. Такая загородная резиденция. После смерти Екатерины Первой эта резиденция загородная досталась по наследству ее дочери, Елизавете Петровне, будущей императорице Елизавете, которая тоже это место очень любила. Ну, тут был сад, цветник, и вроде бы даже она продавала излишки фруктового сада. Когда Елизавета взошла на престол, значит, старый дворец деревянный перестраивали очень долго для нее, и в конце концов, значит, вот выстроили этот большой Екатеринецкий дворец. Ну, тут вот город, город получил наименование, город, в котором этот парк расположен, называется город Пушкин. Он получил это название в 1937 году, когда отмечали столетие со дня смерти Пушкина Александра Сергеевича, известного нашего, нашего всего. Вот, город получил наименование Пушкин. А станция железнодорожная называется Детское село, а парк вот этот называется Цацкосельский парк, парк Цацацкое село. Вот такое вот разнообразие. И гербом этого парка является на красном фоне вензель Екатерины. Мне кажется, что Екатерины Второй. Вот такой щит красного цвета, и на нем желтый, золотистый вензель Екатерины Второй. Вот это как бы знак, герб этого парка. Вот, ну вот здесь вот по мустику вход, соответственно, в Эрмитаж. Вот тут можно купить билет и дойти на эксклюзию. Там, конечно же, интересно. Двадцатого интерьера, там, по-моему, выставлена одежда, одежда Елизаветы Петровны. Ну что там, посуда. И, соответственно, рассказывают об истории этого самого Эрмитажа. Вот впереди, впереди виден, я сейчас туда пройду, виден большой Екатерининский дворец, который по отделке очень похож на Эрмитаж. Между ними вот такая Эрмитажная аллея, прямая. А если продлить эту аллею, как бы за спину здания Екатерининского дворца, то там на некотором расстоянии был павильон, который сейчас не сохранился. Был павильон, он назывался Мон-Бежу, моя драгоценность. И он походил на этот Эрмитаж. Внешне он был поменьше, но так по стилю похож. Этот павильон не сохранился, он облетшал, его разобрали. На его месте построен арсенал. Это уже позже, при Николае II. И арсенал имеет вид, ну, такой, как сказать, тоже готический стиль, тоже напоминает какие-то рыцарские башни. Сейчас я движусь по направлению к Большому Екатерининскому дворцу. Спасибо. Спасибо.